всем привет сегодня третья часть видео корзина с гофрированными цветами это букет из конфет вот такая у меня задумка делаю эту корзину на свадьбу дочери я уже подготовила пионы как делать эти пионы вы можете посмотреть в предыдущем видео а также есть вводное видео какую лучшую бумагу использовать какие конфеты я сейчас пока вот так вот эти цветочки воткнула для того чтобы посмотреть сколько мне нужно цветов каким образом я их буду оформлять в общем сейчас вместе с вами мы будем декорировать вот эту вот корзинку видите да цветы очень высокие поэтому их нужно будет подрезать то есть сначала а вы заготавливаете сколько вам нужно цветочков у меня здесь цветы вот такие вот белые и розовые такие же цветы можно просто собрать букет то есть вы можете оформлять не корзину вы можете просто собрать букет а сделать красивую обертку а также можно добавить вот такие вот цветочки они кстати разъединяются эти цветочки с алиэкспресс я их буду разъединять и буду декорировать ими корзину в общем можно вот такой вот сделать букетик вот так и тоже будет смотреться очень красиво но у меня другая задумка то есть я хочу чтобы мои цветы располагались по краям а в середине была площадь для того чтобы выставить конфетки сами конфетки на клей я сажать не буду потому что по краям будут цветы как бортики и конфеты никуда не денутся но если только уронить конечно корзину а вообще положено в букетах из конфет или в корзинах все закрепляет даже каждую конфетку если бы я делала на заказ возможно я бы каждую конфетку закрепила но делаю я для себя поэтому каждую закреплять не буду а в общем я сейчас убираю все эти цветочки для того чтобы вам показать каким образом нужно все это закреплять и как я все это буду потом декорировать после того как мы примерили цветочки мы должны посмотреть насколько нам их нужно обре подрезать то есть на какую высоту они у нас будут закреплены для этого мы берем линеечку и вот отмеряем да насколько нам нужно укоротить цветочек допустим вот моем случае это будет ну пусть где-то 5 сантиметров в общем сейчас я отломлю можно вот так отламывать можно секатором это делать так сейчас посмотрим вот это то что нужно это собственно та длина на которую я хочу закрепить мои цветочки то есть все цветочки нужно подрезать сделать одинаковой длины вот такие вот два круга вырезаны можно купить вот этот пенопласт в стройландии в любом строительном магазине это утеплитель большой лист вот вот этот вот мы взяли 35 рублей вот достаточно большой лист это такой рыхлый тонкий пенопласт для этого пришлось вырезать три круга раз-два сюда будут закрепляться цветы а вот это что-то типа в подиума то есть я не хочу чтобы конфеты там были внутри низко чтобы они были я хочу чтобы конфеты были повыше почти чтобы они были на уровне цветов поэтому это будет отдельный подиум то есть нам сейчас нужно с вами задекорировать сначала вот эти вот два вот вот эти два слоя они будут вместе их сейчас я склею и покажу как я буду их декорировать с пенопластом работать очень сложно он крошится по всей квартире квартире электризуется поэтому как-то обустроите свое рабочее место чтобы вокруг вам ничего не мешало так теперь нагреваем клеевой пистолет и начинаем все это оформлять декорировать нужно обязательно потому что пенопласт крошится и нам не нужно чтобы все конфеты и все гости были у нас в пенопласте для этого я использую вот такую гофрированную бумагу это дешевая китайская бумага то есть для букетов я использую итальянскую бумагу первом видео я об этом рассказывала а для декора нам вполне подойдет обычная дешевая гофрированная бумага ну у нее гофры практически нет она очень плохо тянется поэтому для букетов она абсолютно не подходит а вот для декора она очень даже подходит у меня есть такая бумага только розового цвета конечно в идеале хорошо бы сделать белым но я буду по краю делать оборочки из вот такой белой итальянской гофрированной бумаги как делать оборочки я вам покажу ну я думаю что так даже будет смотреться лучше наряднее и заодно я вам покажу эту технику каким образом можно сделать оборку из вот этой вот бумаги для начала нам нужно скрепить эти два слоя все это обильно клеем смазываем клеем у меня пистолет с терморегулятором это мне муж сделал терморегулятор я в первом видео об этом рассказывала потому что когда много делаешь лепестков то можно руки сжечь клея уходит на такой букет очень много на вернее на корзину и на букет это где-то 10 стержней точно у вас уйдут так это у меня нижний слой и теперь приклеиваем верхний слой вот таким образом я показываю подробно потому что это видео предназначается для новичков но я уже говорила в первом видео буду показывать подробно если вы никогда не делали я думаю что вам такое видео будет полезно если вы этой техникой хорошо владеете то я думаю что моё видео особо вам ничем не поможет так в общем а вот такое вот у нас получился круг теперь мы берем бумагу которую я уже вырезала и приклеиваем эту бумагу сначала все примеряем вот так так теперь смазываем клеем смазываем хорошо потому что корзине тоже потом будет крепиться если вам корзину не жалко вы корзине тоже можете клеевым пистолетом все это крепить но если вам жалко если корзина дорогая хорошие вы ее потом для чего-то будете использовать то лучше всего лучше всего использовать двухсторонний скотч вот у меня двухсторонний скотч есть и я буду крепить корзине так теперь прижимаем сверху тоже будет лист нам ширины не хватает потому что у меня корзина большая будем сейчас все это вот так вот приклеивать то есть сначала мы сейчас сначала приклеим бортики в общем все по кругу сейчас я вот таким образом обклею нижнюю часть а потом возьму еще один слой и приклею его также сверху заверну его по краям и точно то же самое нам нужно проделать вот с этой вот частью вот сейчас я это сделаю и покажу дальше что мы будем с вами делать поскольку у меня края завернулись я верхнюю часть вот так вырезала у меня будет круг и вот так я приклеиваю круг и вот аккуратненько краешки заклеиваю то есть мне не нужны эти углы которые будут заворачиваться вниз вот так у меня получилось все это будет устанавливаться в корзину обязательно нужно чтобы вот эти края были аккуратны и что сейчас мы сделаем видите у меня розовые до торчит и кое-где здесь неровно в общем я решила а вот этот край закрыть оборкой что мне для этого нужно мне нужна белая гофрированная бумага вот она так и я сейчас должна высчитать высоту то есть оборка должна отрезаться не вот так как мы обычно режем полоски поперек а вдоль вот видите нам нужно отрезать вот по этой линии так что мы с вами делаем я примеряю сейчас какая ширина оборки и мне нужно чтобы эта оборочка еще торчала сверху то есть где-то мне нужно вот так в принципе эту оборку нужно стаковать я вам сейчас в сантиметрах не говорю сколько нужно потому что у вас корзина может быть другого размера нет смысла в принципе мне сейчас называть какие-то цифры потому что они будут у всех разные так в принципе эту оборку можно стыковать в целях экономии бумаги не обязательно ее отрезать прям по всей длине а вот можно вот так отрезать ее также клеевым пистолетом будем склеивать и теперь нам нужно еще вторую такую же оборочку бумагу удобно резать здесь полоски уже есть теперь нам нужно состыковать эти два фрагмента шить если бы это была ткань то нам нужно шить между собой все это делаем тоже клеевым пистолетом я делаю 2 2 полоски две строчки чтобы это было максимально надежно так теперь теперь все это применяем все нормально хватает и начинаем приклеивать вот таким образом вот таким образом начинаем приклеивать сейчас я все приклею по кругу а потом покажу что нужно сделать с краем чтобы он смотрелся красиво когда мы приклеиваем оборку а мы ее не растягиваем наоборот вот где эти складочки мы вот так ее прижимаем растягивать не нужно вот так она ровненько ложится ставим клей и вот так прижимаем когда мы доходим до края мы также между собой склеиваем эти две части вы можете цельную вырезать если вы хотите можете эту оборку вырезать цельно я из-за экономии бумаги делаю вот этот шов но как-то не очень удобно когда эта часть отклеена так в общем сейчас я приклеиваю по низу хорошо все это прижимаем это все не должно развалиться особенно если вы делаете на заказ все должно быть крепко так вот так у нас получилось с вами мы по низу приклеили и можно еще где-нибудь вот здесь внутри тоже маленькие поставить точечки принципе здесь уже это не так важно но кое-где тоже можно прихватить все это прижимаем хорошо и теперь смотрите внимательно что я буду делать вот с этой оборочкой теперь эту оборочку по краю нужно чуть чуть завернуть внутрь ну буквально сантиметр вот так нужно завернуть вот так ну как допустим подшивка да а вот внутрь обязательно потому что это у нас лицевая сторона будет вот так вот по всему кругу проходимся и загибаем ровненько загибаем пальчиками прижимаем но стараемся ничего сейчас не растягивать вот мы с вами подвернули если не подворачивать то крайне все равно не получится такой красивый и аккуратный в принципе можно оставить его неподвернутым но вот смотрите мы подвернули и уже получается такой эффект край у нас волнами фалдит да вот такие фалды получаются но для того чтобы сделать этот край более ажурный смотрите что мы делаем нужно нам вот так вот взять пальцами и растянуть левой рукой я тяну на себя а правой от себя раз видите растянули переходим дальше делаем то же самое то же самое то же самое старайтесь растягивать одинаково чтобы на одном и том же расстоянии и тянуть с одинаковой силой видите что у нас получается вот такой красивый получается край все это делаем по кругу вот для чего мы подворачивали для того чтобы видите какой эффект кружева получается а я делала букеты я вот сюда клеила стразы можно стразы можно пайетки ленты в общем это уже на ваше усмотрение вот как вы хотите оформить корзину так вы и оформляете в данном случае вот все что я делаю я придумываю на ходу то есть я смотрю как мне под эту картину подогнать как мне сделать лучше это мой мастер-класс если вы хотите разместить этот мастер-класс где-то в соцсетях в своей группе поделиться им то ссылка на канал обязательно обязательно вы должны указать что это мастер-класс Инессы все вот такая у нас получается красота сейчас мы примерим вот что у нас получилось и теперь нам нужно все это закрепить двухсторонним строительным скотчем потому что я не хочу портить корзину вот смотрите теперь когда будут установлены цветы практически не видно что они там будут кстати вот я сейчас хочу чтобы у меня кружево вот так лежало не туда было завернуто а вот так для этого значит мы берем бумагу и ее еще немножечко вот так растягиваем это уже я делаю возле основания возле круга не старайтесь сразу сильно тянуть лучше пройтись несколько раз вот почему я говорила когда приклеиваете сразу не растягиваете потому что мы потом будем формировать как нам нужно вот какого нужно нам размера вот видите постепенно не сразу мы ее ломаем а постепенно и получается у нас все ровненько со всех сторон вот так все теперь я это закрепляю буду обклеивать вот этот подиум и этот подиум уже я приклею на клеевой пистолет если у вас много цветов то вы всю эту корзину будете декорировать уже полностью цветами у меня будут цветы только по краю главное правило чтобы корзина смотрелась дорого дорого богато нигде не должно быть клея видно нигде не должно быть стыков швов то есть все должно быть максимально вот так вот аккуратно только тогда ваша корзина будет смотреться эффектно а если же будет она сделана неаккуратно то я думаю что мало удовольствия она доставит вам и заказчику вот так я на обратную сторону приклеила скотч двухсторонний сейчас я его отклею и буду вставлять в корзину и также вот этот верхний подиум тоже вот сюда приклеиваю кстати по верхнему вот этому слою тоже можно сделать вот такую белую оборочку ну в общем вот так такой должен получиться красивый тортик я приклеила вырезанный диск приклеила подиум и теперь мы должны цветы все распределить сначала мы их примеряем распределяем по цвету так как нам нравится у меня здесь естественно нечетное количество цветов и у меня не получается вот два цвета распределить чтобы они были по два или по три или через один ну поэтому вот так у меня здесь три белых пиона здесь два но собственно это не так важно так после того как мы распределили вот видите как смотрится по краям здесь мы еще будем декорировать все фантиками закрывать чтобы не было вот таких больших промежутков но в общем после того как мы установили цветы смотрим да допустим нам все нравится и теперь мы берем вытаскиваем цветочек и наносим на него клей и вкалываем каждый цветочек я закрепляю хотя в принципе он держится довольно таки хорошо но все равно я еще цветочки закрепляю сразу я вам не советую наносить клей сначала нужно примерить потому что вдруг вы что-то захотите переделать и у вас уже это не получится вот так низко я их опускаю и все это по кругу сейчас приклею в букет я еще хочу добавить вот такие вот веточки мне кажется так очень красиво будет смотреться в таком стиле прованс здесь у меня 6 веточек 11 цветов и 6 веточек всего получается 17 в принципе нормально ну в нашей стране многие суеверные поэтому хотят нечетное количество цветочков поэтому веточек у меня будет 17 у настоящей рукодельницы всегда есть инструменты свои у мужа свои у меня свои видите все это на проволоке поэтому нужно эту проволоку откусить и у меня есть свои инструменты и вот эти веточки сейчас будем распределять также сажать их на клеевой пистолет самое главное не должно от клея быть у нас вот таких вот паутинок то есть все это лишнее нужно сразу собирать чтобы все было аккуратно вот как видите нигде клея не видно и сейчас нам нужно заполнить вот эти пространства зеленью как я уже говорила я сейчас вам покажу вариант зелени из вот такого из вот такой вот дешевый зеленой пленки но я буду декорировать эту корзину фатином и сеткой хотя вот это вот фольга тоже нормально смотрится пленка верну так что нам нужно сделать нам нужно взять квадратики опять же все зависит от вашего букета какого размера нужно взять квадратики я сейчас все таки несколько сделаю нам нужны квадратики где-то 10 на 10 примерно вот такие вот побольше можно чуть-чуть но все зависит от вашего букета вот эти фантики мы будем сажать с вами на обычные зубочистки берем зубочистку квадратик складываем вот так не вот так вот уголок к уголку а немножечко смещаем уголок и точно так же к центру то есть у нас получается вот такой веер и теперь мы краешек намазываем клеем и зубочистку приклеиваем вот так у нас получается вот такой вот веер как его еще назвать не знаю а вот и вот таких вот нужно очень очень много чтобы они все полностью вот так вот закрывали все пространство то есть вот так вот их вкалываем вот видите как красиво все-все вот так по кругу заделываем вот такими зубочистками фантиками вот такие вот фантики но я сейчас буду делать их из фатина и сетки для декора я буду использовать полу бусинки ленты мне нужна лента ленты у меня есть разные и вот такую я выбрала бабочку буду крепить на ручку но это в общем то насколько позволит ваша фантазия настолько вы и украсите ваш букет здесь особых рекомендаций никаких я дать не могу потому что это все дело вкуса ну в общем как вам нравится на ваше усмотрение так и украшайте свой букет вот они полубусины они приклеиваются к цветочкам выглядят как капельки росы и очень я люблю добавлять букашку у меня обязательно в букете где-нибудь есть букашка также вот есть вот такие маленькие бабочки но они больше подходят для маленьких букетов сейчас у меня большой букет поэтому на ручку я приклею большую бабочку такие вот маленькие всякие бантики но сегодня они не актуальны это уже будет слишком поэтому достаточно вот того что я выбрала и вот такая у меня есть органза очень красивая обязательно для букетов нужно использовать зелень либо вот такие вот как я их называю фантики это вариант для дешевого букета но сегодня свадебный букет поэтому сегодня будет вот такая зеленая органза все это я покупала в специализированном магазине такие у меня здесь разные варианты и очень нравится мне вот эта сетка здесь и зелень и золото поэтому можно кое-где добавить вот такую сетку есть вот такая ярко зеленая но поскольку в моем букете листва темно-зеленая то я кое-где добавлю вот такую сеточку я вам показала как как вариант вот этих фантиков но я буду сейчас органзой все это декорировать с фатином можно органзой сеткой ну как-то на мой взгляд это смотрится подороже если это свадебный букет я нарезала квадратики и показываю сейчас еще раз складываем не уголок к уголочку а вот так наискосок на самом деле из фатина и из органзы намного сложнее делать вот такие вот листочки фантики потому что клей горячий и приходится вот так пальцами прижимать а он проходит через ткань но все равно вот видите потом нитки вот эти тянутся от клея вот в общем вот так немножечко должно это подсохнуть так можно покрутить и видите он какой пышный становится вот таких нужно очень очень много в общем везде где есть пространство нужно заполнить но все это делается очень просто сейчас я первый вам покажу как пример намазываем клеем и вкалываем пространство между цветов вот так это нужно сделать с внутренней стороны тоже потому что видите здесь внутренней стороны видны стебельки вот для этого я стебелечки тоже делала зеленые я не оставляла палочки потому что изнутри вот их видно видите как но сейчас все это закроется зеленью еще хочу уточнить вот смотрите когда мы складываем фантик вот так мы сложили вот здесь у нас получается сложено а клей я наношу вот сюда с обратной стороны а на мой взгляд такой фантик смотрится пышнее клей капнули вот так немножечко его размажем и прижимаем вот мне почему-то кажется что когда с обратной стороны приклеивают то он пышнее получается фантик но в принципе вы смотрите сами как вам больше нравится но не нужно его делать плоским потому что нам же нужно закрыть все вот это пространство если они будут вот такие плоские то нам их понадобится очень очень много на самом деле видите какое это трудоемкое занятие первый день я делала цветы и второй день я оформляю корзину то есть на оформление вот этой корзины у меня ушло полных два рабочих дня я этим занятием начала увлекаться внезапно сын у меня когда женился и после загса мы приехали домой и ждали время когда нужно будет ехать в ресторан и вдруг мне стукнуло в голову сделать на чайный стол букет из конфета я абсолютно не умела делать не смотрела особенно видео я просто сама взяла и вот сейчас вы видите фотографию это мой первый букет я сделала розочки атласные просто на палочку одела конфеты и вот такой сделала букет это был мой первый букетик потом я приехала домой и начала учиться смотреть уроки мастер-классы и вот за три года за три года в принципе вот я научилась в процессе создания букета я решила не добавлять вот эту сетку я очень люблю вот эту зеленую сетку золотом но поскольку у меня такой получается стиль прованс я думаю что здесь какого-то гламура и шика не должно быть поэтому для легкости и воздушности я решила добавить еще вот такую белую органзу она будет кое-где немножко видна вот и все в принципе останется чуть-чуть буквально может быть и ленту какую-то попроще без золота и будет вот такая бабочка на на ручке так еще капельки нам нужно добавить капельки росы а вот если бы я не делала вот эту вот белую оборку то нам пришлось бы все все по кругу вот такими вот фантиками закрывать их бы нужно было сделать очень-очень много именно поэтому я сделала вот эту вот оборку изнутри вот получается я закрыла фантиками теперь вот это пространство сейчас все буду заполнять конфетами но еще не закончила последние штрихи и буду уже добавлять конфеты а видите вот как красиво смотрятся вот эти вот цветочки маленькие вот кое-где торчат а когда я полностью закончу декорировать тогда я уже все лепестки расправлю все лепесточки уже нужно в самом конце расправлять потому что все равно где-то руками я их могу помять вот такие капельки полубусины сейчас нам нужно посадить на клей так это нужно сделать а вот допустим лепесток обычно где у нас капельки капельки у нас росы вот так у лепесточки это нужно делать аккуратно очень сложно это сделать капнуть клей аккуратненько чтобы его не было видно вот ведь допустим вот так лепесток они не должны быть все прям идеально ровные иначе они не похожи будут на натуральные цветы прям буквально малюсенькую капельку клея приклеиваем и теперь я хочу ручку оплести лентой наискосок ленту срезаю девочки у каждой рукодельницы должна быть зажигалка для того чтобы краешки не махрились так бантики могут развязываться поэтому их тоже желательно скреплять клеем для этого делаем один узелок затем наносим капельку клея и завязываем ну и теперь оплетаем это делать необязательно но мне это нравится вот так полностью оплетаю и теперь с этой стороны тоже нужно завязать бантик а вот почему я все сажаю на клеевой пистолет вот видите ничего с вашей корзиной не случится можно ее транспортировать и не бояться что с ней что-то произойдет ленту тоже можно приклеить к ручке клеевым пистолетом но я сейчас это делать не буду потому что эта корзина может быть для чего-то другого пригодится я вот так обмотаю здесь чтобы лента не сползала вот в принципе достаточно сейчас также прикреплю а бантик можно сделать отдельно чтобы бантик смотрелся красивый и аккуратный можно сделать отдельный бантик то есть мы с вами берем ленту вот так завязываем также закрепляем на клеевой пистолет так отрезаем обычно уголочки у ленты срезают наискосок так что-то у меня уже ножницы в клею уже два дня работы все инструменты уже в клею так вот такой вот получается бантик и этот бантик вот так приклеиваем то есть можно завязать просто ленту и бантик приклеить отдельно так он смотрится лучше вот этот декоративный банк чем вы будете его завязывать так ну и что я еще хочу сделать так чтобы вам было видно я еще вот такую бабочку хочу вот сюда приклеить на ручку но эта бабочка большая мне не нравится что она большая поэтому я сейчас выберу поменьше вот у меня есть поменьше эти бабочки с алиэкспресс они на магнитах разного цвета они у меня есть вот и на букет я их креплю крепить буду на ленту вот так вот сбоку потому что за ручку мы будем нести так и вот так вот немножечко наискосок вообще все держится достаточно крепко клеевой пистолет очень хорошо клеит ну конечно ленту тоже желательно бы зафиксировать чтобы не болталось но я сейчас маленький прям чуть-чуть где бабочка вот так закреплю в одном месте пальцем прижимаем все буквально несколько секунд и все готово вот такая получилась корзина так и мои любимые букашки куда же без них она уже идет на клею и я сейчас эту букашечку вот сюда с другой стороны приклею она маленькая но кто заметит тот заметит все вот так корзина готова и теперь нужно вот сюда выставить красиво конфетки конфеты у меня вот такие мишки в лесу выбирала я их ну по цвету фантиков хотя я очень люблю эти конфеты но у них фантики максимально подходят к этому букету то есть зелень это как листочки и вот сверху золото а вообще вот нужно вот эти вот расправить фантики все вот так красиво чтобы они не были помяты вот так и теперь вот сюда плотно плотно их выставляем нужно каждую конфетку сажать на клей но я делать это не буду потому что я не на заказ а для себя завтра мы все в принципе это съедим и здесь достаточно большие бортики все сейчас выставлю еще у меня есть вот такие красивые матрешки но у них разный цвет вот видите здесь красный здесь синий и если я их выставлю мне кажется они испортят букет хотя они очень вкусные эти матрешки но они по цвету не подходят или я их сейчас вот сюда под листу я наверное вот так по краю под листу сейчас поставлю матрешки а всю середину выложу вот этими конфетами и посмотрим что получится вот так выглядит корзина между вот этих зелененьких конфеток мишки в лесу мы поставили матрешечки в середину если матрешки одна к одной они падают нужно каждую конфетку закреплять на клей кстати в машине когда будем везти тоже может в принципе все это тряхануться поэтому ну да на клей сажать это идеальный вариант вот конфет сюда ушло полтора килограмма ну в общем вот такая корзина молодым моей дочке на свадьбу еще будет большой торт и вот такой свадебный чак-чак по татарской традиции на свадьбу нужен чак-чак поскольку у нас папа татарин у нас свадьба будет в двух традициях ну вот вы теперь понимаете почему мне нужна была именно такая корзина чтобы в середине она была пустая а чтобы уместить полтора килограмма конфет а потому что гостей на свадьбе много вот так получилось если бы я не сделала подиум вот этот в середине то конфеты смотрелись бы там в глубине внутри очень глубоко и они бы заваливались между цветами а так вот видите они как смотрятся похоже на тортик если издалека смотреть пожелаем молодым сладкой семейной жизни а вам большое спасибо за просмотр если вам интересны свадебные влоги то я их выкладываю на канале жили были а также и другие ролики о нашей жизни этот канал у меня рукодельный в основном здесь вышивка но иногда я показываю что я мастерю что я делаю своими руками надеюсь вам понравилось это видео не забудьте поставить лайк с вами была Инесса всем желаю удачи пока пока до новых встреч 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 до новых встреч